Всем привет! Сегодня с История. Давайте начнем. Галина, здравствуйте! Прошу разобраться о вас в моей ситуации. Возможно, я не понимаю турецкий менталитет. Познакомились с турком в Анталии, в Анталии. Он приехал с дядей по работе на выставку текстиля на два дня, а я со своей семьей в отпуск. Мы познакомились, обменялись телефонами, провели вечер вместе. На утро он меня выслеживал уже на завтраке. В итоге он уехал в Измир, потому что он сам из города Измир. Сильно мы не успели влюбиться в друг друга, так как, по сути, один вечер был для общения. Мы вместе провели просто время. Может, от скуки или просто так, непонятно. Но по приезду из отпуска, это было в мае месяце, объявился он только осенью, написал мне. Стали общаться, договорились, что я приеду на следующий год. Так и вышло. Речи о покупке путевки, билетов и так далее не было, так как не было романтических отношений каких-то. И я приехала на этот раз без родственников, просто сообщила о времени и приезде, и об отеле. Путевка была куплена, но в последний момент он говорит, мы в одном номере будем. Я ответила, а у меня вообще-то свой номер. Я прилетаю, проходит день, проходит 2, 3, 4, 5, а его нет. Только пишет, а как ты там отдыхаешь? Я пишу, так я вообще-то уже здесь. Проходит вечер, а его нет. Спустя уже неделю пишет, извини, я не приеду. Причину не объясняет и не спрашивает ничего вообще. Я сама и не спрашивала никаких причин, так как отношений, по сути, у нас и не было. Мы просто общались. Но зачем тогда мы договаривались о месте и времени нашей встречи? Просто так, что ли? У меня вопрос, что это такое было? Он струсил приехать или хотел жить со мной просто в одном номере тогда, и вот этого ждал, а я ждал, что я его к себе в номер приглашу? Или есть какой-то вообще другой вариант? Короче говоря, отдохнула я и без него хорошо и уехала. Не общались после этого 3 месяца. Это был май месяц. В сентябре моя семья поехала в отель отдыхать в Турцию. И я снова поехала с ними еще раз. Выходит 2 раза в год. Он увидел, наверное, фото в WhatsApp аватарку, что я в Турции. И начал писать. И неожиданно для меня приехал в этот раз с подарками, с сюрпризами. В соседний отель с другом своим каким-то. Для меня это было неожиданно, странно. В тот раз договорились заранее, и он не приехал, у него не получилось. А тут все решилось, просто за одну минуту он взял и приехал. С Измира в Анталию ехать на минуточку 8 часов. Семья тоже была удивлена этим, тем, что тогда он меня, по сути, кинул, а тут явился. Все прошло хорошо. Гуляли, отдыхали, но осадочек остался с прошлого раза, хотя он вроде бы как и реабилитировался. Теперь я в раздумьях, стоит ли ему доверять. Сейчас опять пишет, что когда приедешь, опять путевку возьму. А он передумает. Или теперь ставить свои какие-то условия. Покупай, например, путевку или билеты, мне и я сама приеду. Вроде общаемся нормально, но, как я слышала, планы строить с турками, это проигрышный вариант. Запутана. Что я могу сказать вообще на эту историю? Господи, мне кажется, все очевидно. Вот как чисто вот по-желински, или то, что и каких историй. Я думаю, если вы часто смотрите истории на канале, вы уже можете сами догадаться, что у чувака были отношения. Скорее всего. Я же, конечно, не Ванга на шаре магическом не смотрю, но все равно мне кажется, да, если ты обещаешь и не можешь приехать в один момент, но это какие-то личные проблемы, это редко такое бывает. Все равно все проблемы, если ты строишь планы, ты рассчитываешь, да, там, на работе, что у тебя как будет, там, какие-то отгулы можно взять, да. Учитывая, что он вас по сути кинул реально, у него просто были отношения. Он крутил, не сразу объявился, ничего не обещал, там, ничего с ним особо-то не было, вы просто общались. То есть, да, он крутил отношения с вами, ну, такое дружеское типа, да, флирт какой-то вел, на самом деле имея отношения другие. Скорее всего, может даже с турчанкой здесь на месте у себя в изумире, вот и все. Почему он так быстро подорвался потом, в третий раз, потому что очень просто, у него не стало отношений, он расстался. И по поводу реабилитации, ну, поступайте как хотите, я же не могу вам сказать, ой, я бы с чужие проблемы разведу руками легко, конечно. Как человек, например, со здорового психа, я бы сказала, тебе зачем это надо? Мутная фигня непонятная. Ну, тебя до этого так кинул, сейчас так же сделай. Тем более, сейчас он тебе вот ничего не обещает, опять молчит, не предлагает билеты купить, никакую не путевку, ничегошеньки. То есть, ничего не изменилось, по сути, он просто приехал. Во-первых, я хочу отметить, что он вот так вот раскинул, но он второй, третий раз что-то подобное может сделать. То есть, это его поведение. Скорее всего, у него были отношения, то есть, это варианты измены, шуры-муры на стороне какие-то, флирты крутить и все такое прочее. Он вообще ничего не обещает с ним, никаких отношений, ничего. Зачем вы продолжаете это общение? Если вам просто приятно с ним общаться, просто приятный парень, что он за мной как-то ухаживает, ну, тогда ничего от него и не ждите развития отношений. Тем более, он вам этого не обещает. Просто наслаждайтесь моментом, общайтесь. Да, у меня есть там за границей просто какой-то приятный парень, друг, все. Поехала в отпуск, пообщалась, он приехал, если смог. Нет, нет. А вы-то ждете больше, вы же запросы отношений, какие-то планы пытаетесь. Думаете, строить с ним или нет? Что значит вообще строить планы с турком? Вам ничего конкретно не обещалось? Вот честно. О каких планах вообще разговаривать? Предложений не было. Если вы хотите планов, вы с ним это обсуждаете, но предпосылок не было, да? То есть, если вы поднимете, то все будет довольно-таки глупо выглядеть. Он вам ничего не предлагает. Ему нравится вот так просто периодически иногда встречаться, общаться, все. Ничего серьезного, вот что я хочу сказать. А вы хотите серьезного, и вы уже ему не можете изначально доверять. Так вот, если вы доверять ему не можете, зачем вам отношения с таким человеком, ну, просто, ну, не педалировать их, а развивать, пытаться, да, поталкивать, тем какие-то затрагивать и так далее. Зачем вам это надо, если вы человеку базово не доверяете уже? Я бы тоже не доверяла. Раз, кинул, два, гигант, вообще, что этого не сделает. Скорее всего, на стороне у него какие-то отношения были, а я была, как какой-то запасной вариант, или как просто повод для флирта, самооценку себе поднять, там, пофлиртовать, мужиком себя почувствовать. Вам вообще от этого приятно? Мне было бы нет. Как себя с ним вести? Как вы тогда сказали, я приехала, отдохнула и без него хорошо, он не приехал, кинул вас, и, собственно, все было замечательно и без него. Так вот, я вам скажу, что просто ехать, отдыхать в Турцию, вот, вы можете за свой счет и без него, и со семьей, или одна, неважно. А если уж вы едете к парню навстречу, и хотите отношений, какой-то обязанности и так далее, ну, пусть он для начала вас пригласит. Зачем ехать в Анталью? Пусть приглашает вас в Измир и покупает вам билеты с пересадкой в Стамбуле. Вот, приедите в Стамбул, в Стамбул и в Измир полетите. Все так летают. Я имею в виду, кто за границей, в Измире дофига наших живет, девчонок. В чем проблема? Он же вам этого не предлагает. Ему просто... К тому, что перспективы никакой. Вы хотите же просто услышать, можно ли с ним перспективу серьезную, что, в общем, я не понимаю менталитет. Нет. Вы сейчас стоите на том важном шаге, что готовы себя обманывать. Притягивать за уши ту реальность, которая не существует. Я вас призываю не делать этой ошибки, потому что по факту, если посмотреть, мужчина вам ничего не предлагал. Да, он играет, он флиртует, он приятно проводит время, что-то для вас, может, приятное делает. Но не больше этого. Предложений вам никаких от него сейчас не поступало. А вам очень хочется делать об этом. Вы хотите отношения, но на самом деле этого не чувствуете, что он хочет этого. Так что здесь только приятное провождение времени. Причем он вас с Таисубой не обманывает ни в чем. Он просто где-то недоговаривает, юлит. Это дело не в менталитете, а в характере этого, в поведении этого человека. Человек с двойным дном. Если у него на стороне были нормально серьезные отношения с вами, он флиртовал, господи, ну вообще никаких гарантий, что завтра это не повторится. И когда он, например, даже если вступит с вами в серьезные отношения, что он потом себе не то что на стороне флиртовать не будет, не будет вторых отношений параллельно, что он заменять вам не будет. Так что здесь я бы вообще не ставила такой фразы, как он себя вроде бы как реабилитировал. Даже в этой фразе не уверена. Вроде бы себя как? Вроде бы как? Да я не уверена. Не реабилитировал нифига он. Доверия у вас к нему нет. А хочется серьезных отношений. Отношения серьезные с вот такого не начинаются. Чувак с двойным дном опасный. Типа может подставить вас. Я в том плане, что может обманывать. В таких лучше не влюбляться. Если вы хотите его проверить, пусть смотрите, как будут развиваться события. Ничего сами не предлагайте. Если он вам будет говорить, ну что ты когда приедешь? А вы говорите, ну когда билеты купишь, тогда я приеду. А куда мне ехать? Он скажет, ну в Анталию опять встретимся. То есть это вам о том, что я хочу как было в прошлый раз, чтобы мне не тратить деньги, ты сама все это купила, чтобы мне было меньше трат на тебя расходов. Просто приходи, приезжай точнее, мы с тобой приятно проведем время. Без обязательств. А если он вам скажет, ну приезжай ко мне в Измирь, я куплю тебе билеты. Вот это уже серьезные отношения. То есть хотя бы не то, что серьезные, хотя бы человек вообще в принципе о отношениях помышляет и что-то от вас хочет. Не просто провести приятное время. Вот если у вас предложений таких о приезд, о визите вашем измир с покупкой им билетов для вас, нет разговора об этом. Это не серьезно. А если вас зовут или предлагают, или намекают, или делают так, чтобы вы сами предложили, сами купили тур, приехали в Анталию, вами хотят попользоваться, поразвлекаться. Не то, что даже ничего серьезного не будет. Я больше скажу, это будет для него очень выгодно, удобно получить то, что он хочет. Я бы честно сказала, это даже унизительно. Не надо себя успокаивать в этой ситуации тем, что ну я же тоже еду развлекаться. Да я-то себе тур купила. Ну как и едьте без него. Не встречаясь с ним. Я о чем раньше сказала. Вы можете себе позволить? Покупаете отель, тусуете, ну не в Анталии, а в другое какое-нибудь место. Или в другую вообще страну едьте. Что, на Турции свет клином сошелся? Нет. Но вы сейчас на том пороге, что вы поставили себя в ситуацию, когда вами мужик будет пользоваться для удовлетворения своих потребностей. Ничего серьезного за этом нет, потому что он развлекается. И не поступайте так. Не ведитесь на это. Потому что у меня здесь 20-30% в письмах курортных всяких романов, когда к этому сходятся, когда бабы все и билеты все покупают, они вообще все сами делают, а потом они годами дожимают своего до свадьбы, до переезда. И что, это в пользу, что ли, идет? В итоге они все равно разводятся, даже если им удалось дожжать, додавить, переехать, замуж выйти. А смысл-то? Ничего хорошего в этом нет. Мужчина, который хочет отношений, берет за женщину ответственность хотя бы какое-то первое время. Потому что она просто в стране не может работать, существовать, языка не знает и так далее. А потом уже идет ее социализация, адаптация какая-то. Она становится членом общества здесь, полноправным, берет, например, гражданство. А когда вот так вот перекати поле, поразвлекаться, ну это просто неприятно. Вам приятно, что вами пользуются? А если подвернется вариант подешевле или поинтереснее, он туда переметнется. Вам что, приятно от этой мысли? Ну просто это ужасно вообще. Пишите комментарии, девочки, что вы скажете на эту тему. Я, в принципе, рассказала, что когда себя вести, что является таким определением в серьезных отношениях или нет, как он себя ведет, что он вам предлагает. Под видео я оставляю почту для ваших писем анонимных вот сюда для разбора на канале или записи на консультации индивидуальные по скайпу. Поставьте лайк этому видео, напишите комментарии, подписывайтесь на канал. Скоро увидимся. Всем пока.